Хочется выразить особую благодарность всем тем, кто оформляет спонсорскую подписку. Вы помогаете развиваться каналу. Спасибо вам за это. А тем, кто еще не сделал, но хочет, тыкайте, не стесняйтесь. Всем доброго времени суток, с вами Чешир. Вот лето, постой, куда ты? Вот как-то так незаметно весело и задорно прошел уже целый месяц лета в этом шикарном 2020 году. Ну и пофиг с ним, благо есть что поизучать и чем позаниматься в нашем любимом айончике. Тем более я столько всего пропустил, надо как бы нагонять и делать для вас контентик. И сегодня мы рассмотрим одну из самых главных фишек всего апдейта 7.5, скажем так, основополагающую часть и то вокруг чего крутится на данный момент большая часть игры, а точнее руны. Есть еще о Дианы, но о них в другом ролике. Ну а перед началом, как всегда, не забудь поставить лайкосик, подписаться на канал, налить стаканчик прохладительного напитка, откинуться на своем шезлонге около своего личного бассейна и погнали. Итак, как многие знают, в апдейте 7.5 вся бижутерия, перо, крылья, браслет, кольца, серьги и ожерелья были переделаны. Мы это рассматривали в видяшке, подсказка сейчас где-то тут всплывет. Основной посыл корейцев был следующий. Все эти части не надо точить на плюс, но зато теперь надо проделывать в них самую лучшую дырку, чтобы можно было пихать в нее те самые руны и о Дианы. Старичкам или особенно тем, кто возвращается в Айон после долгого перерыва может показаться КОГО? ЧЕГО? Какую еще нафиг дырку? И что там эти корейцы себе надумали? Ну и как всегда возгласы, а только херачат такую когда-то хорошую игру, раньше было лучше. А вот новичкам будет немного пофиг ибо они пришли играть сразу с этим и со временем им будет казаться эта система абсолютно нормальной. Но вот честно, как по мне, прямо мега криминала в этой системе нету, даже в некоторых моментах она показывает куда более адекватные результаты, чем старая система заточки, но об этом попозже. Давайте по порядочку, сегодня ролик про сруны, в смысле начнем рассматривать руны. Так как тут слегка полегче и поможет куда проще освоиться во всей этой новой системе. Хотя, когда я первый раз это все увидел, думал, ну все, моему мозгу пипец. Но оказалось, что не все так сложно. Руны выглядят они вот так вот. Собираются из фрагментов 100 штучек равно 1 руна. Вставляются исключительно в перо, браслет и крылья. То есть по факту всего 3 руны вы можете вставить в свою экипировку. Когда вы собираете руну из 100 кусков, вы не знаете какая у вас получится. Существует их три вида. Смертоносная, поддерживающая, укрепляющая. Соответственно, когда вы ковыряете дырку в бижутерию, у вас также может рандомно от вас вообще не зависит, получиться какая-то из следующих типов ячейки. Смертоносная, поддерживающая, укрепляющая. И я думаю понятно из названий, что ячейки подразумевают то, что руну другого типа в нее вставить нельзя. То есть смертоносную руну только в смертоносную ячейку. Но существует четвертый вид ячейки. Самый сок, так сказать. То, к чему по сути и надо стремиться в топовой бежульке. Это общая дырка, то есть та, в которую можно вставить любую руну. Ковыряются эти дырки с помощью благословенных полировочных камней, которые в свою очередь получаются из обычных полировочных камней через высшее преобразование. На одну дырку надо 100 благословенных полировок. В общем-то, пока ничего сложного и затратного тут нет. А вот дальше надо уже включать хоть капельку мозга. Потому что во всем остальном разработчики пошли путем как раз рандомности в плане сбора и вариативности того, что вы можете себе собрать. Ну, как-то замудренно сказал. Ладно, давайте проще. Для начала. Есть три разновидности рун по качеству. Обычная, улучшенная и превосходная. Это сделано для того, чтобы при определенных комбинациях рун вам бонусом усиливались ваши перевоплоты. Весь список, какие руны, каких воплотов улучшают, вы видите на экране. Но, как можете заметить, что это зависит не только от качества самих рун, но еще и от их префикса. Это название не я придумал, оно тут вот так написано. Другими словами, как пример, вы хотите, чтобы вам руны улучшали ирунина. Для этого вам надо собрать три обычных руны с префиксом упорство. Ну и так далее по списку. Касательно вариативности. Собирая руну из 100 кусочков, вы получаете рандомно руну из 23 вариантов. А если учитывать еще и префиксы, то и того больше. Как пример, вы собираете себе превосходную руну. Ну, для эпических перевоплощений, типа самый топ. Вам может упасть 23 варианта. Но умножаем на два разных префикса. Итог, 46 вариантов, какая руна вам может упасть. Ну и чем хуже качество руны, тем больше префиксов. Тем больше вариантов выпадений. Короче, это еще то веселье. Самое дебильное в этом всем то, что корейцы не смогли в разные иконки качества рун. И вот реально теперь надо внимательно вчитываться и всматриваться, что вообще за руна у вас получилось. И вот смотря на это все, такой думаешь, юуу, пипец, как все сложно. Но на самом деле нет. В одну вещь с этим новым контентом разработчики все-таки смогли. Эти руны вечные. Они не ломаются. Они спокойно вставляются и вынимаются. Но самое главное, все руны, продающиеся через аукцион. То есть можно будет либо купить то, что надо либо продать то, что не надо. Еее привет социальность. Вот за это реально плюсик, аукцион прямо ожил. Теперь что же касается, а что собирать? Тут четкого ответа нету и не будет. Вариативность этого всего настолько разнообразна, что в конечном итоге каждый может плюс-минус собрать себе руны под свой стиль игры. Хотите дополнительного крита или атаки? Да вот пожалуйста. Хотите в защиту от всяких оглушений, параллов и прочего? Да легко. Бонус на буст и дроп и так далее тоже есть. По сути это такая попытка вернуть систему божественных камней, просто более современная и улучшенная, ну все-таки 2020, с возможностью смены на то, что вы хотите в тот или иной момент вашей игры. Я очень советую всем, и новичкам и особенно тем, кто возвращается, не бояться этого всего, а знакомиться с этой таблицей, ссылка на статью будет в описании. Все перечислить в ролике я тупо не смогу, да и сказать конкретно, что прям вот мега лучше каждому классу тоже, так как вариантов тут действительно много и все зависит от того, что вы именно себе хотите. Как пример я лично выбрал себе, может это вообще неправильно в корне, но пока что я решил собрать следующее. Смертоносная руна дополнительный удар, с вероятностью 10% доп урон на 12 тысяч. Смертоносная руна увеличение силы атаки, с вероятностью 5% увеличивает атаку. И так как в игре на данный момент много чего зависит от опыта, я третьей руны хочу поддерживающую руну увеличение получаемого опыта. Я не призываюсь ставить именно это, я просто выбрал для себя пока что вот такой вот набор. Вы же можете накидывать в комментариях свои варианты, будет полезно всем. Но если вы думали, что на этом с рунами все, ох нет, их еще нужно точить на плюс. Да-да, и никак иначе, а точатся они аж до плюс 20, точнее сейчас это называется шлифовка, ну сути не меняет. Для шлифовки потребуется древний шлифовальный камень, получается он из 100 штук шлифовального порошка. Сам порошок достается при переработке той самой лишней бижутерии с ячейками одеанов или рун. Крылья, перья, браслеты, кольца, серьги, ожерелья, ну и пояса. Но не просто так, а использовав при этом мощный растворитель, который покупается собственно за знаки опыта у торговцев с репутацией. Помните я говорил в тех роликах, что это важный итим? Ну так вот он. Все просто, фармите репутацию и бежу, как описывалось в прошлых роликах. Нужную оставляйте себе, ненужную перерабатывайте, прикупая при этом мощный растворитель за репутацию. Получайте порошок, делайте камни, точите, ну точнее шлифуйте. Доходите до какого-то определенного уровня шлифовки, например плюс 5, шаг к статье точки плюс-минус 1. И у вас происходит очередная неудача. И руна может, так сказать, загрязниться. То есть больше ее выточить не сможете. И вам, чтобы дальше продолжить, надо ее очистить. А для этого нужен древний очиститель, который получается из очищающего порошка. Который в свою очередь получается при переработке лишних рунодианов с использованием все того же растворителя. Короче, вот это та часть, которая, к сожалению, только хороша на бумаге. И вот вообще никак не додумана корейцами. Вроде даже смотришь на это, и тут вот вообще никак не задействован шоп. Ну типа искусственный его, конечно, можно сюда прикрутить. Но пока что вся эта хрень исключительно игровая. И завязана именно на игровых процессах. Репутация, фарм бежи, сбор рун, слом и так далее. Это все игровое. Но, как я и сказал выше, при неудачной шлифовке может загрязниться. И безопасных порогов, как я понял, тоже пока нет. Шанс точки никто не знает. Ну, конечно, ходят слухи в колуарах, что выше плюс 8, пока ни у кого не получилось заточить. Но это такое себе. Да и я думаю, пока что точка вот этого всего сырая не получится. А вот именно из-за отсутствия безопасных порогов, загрязнения, при котором вам нужны новые ресурсы для очистки и прочего прочего, это все превращается в замкнутый круг, выхода из которого в теории может и не быть пока что вообще. Как я считаю, правильно на данном этапе игры относиться к этой системе, чтобы вот не вызывало токсичности и отторжения. Это просто совет. Можете его использовать, можете нет. Первое. Собирать оптимальную бижутерию с нужными дырками. Это, поверьте, займет достаточное время. Второе. Собирать тот набор рун, который вы себе придумали и хотите. Стремиться, конечно, заполучить топовый вариант. То есть превосходные руны. Тем самым вы получите нужные вам эффекты. И будете радоваться и бегать там пиу-пиу. А вот все ресурсы на точку этого всего добра пока что складировать и ждать куда более вменяемого развития заточки. Ну или так, изредка, если есть желание, пытаться подтачивать. Но прям вот упарываться, кидать все силы и ресурсы в точку этого всего, ну я считаю пока что бессмысленно. Как видите, ничего прямо мега замудренного, если в этом разобраться нету. Доступный всем абсолютно игровой контент, не привязанный к шопу. Если в каких-то регионах, конечно, намеренно не будут его привязывать. Все добывается в самой игре. Более того, достаточно легко, да еще и продается через аукцион, что повышает не только шансы на сбор нужного именно вам, но и есть возможность заработка кенарки на этом всем. Так что система вполне адекватная и имеет право на существование. Особенно если доработают систему заточки. Не стоит ко всему новому относиться с опаской, не все так плохо. Игра не может стоять на месте. А вот если посмотреть на это действительно под углом новой системы божественных камней, то вполне вписывается в общее понимание. Ну а вы что думаете? Пишите в комментариях, делитесь своими соображениями по поводу наборов рун. Малышам особенно будет полезно. Ну и как всегда, огромное всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайкосик, подписаться на канал. Ну и всем побольше удачливости в рандоме доставания нужных с рун. Всем пока-пока.